Я чувствую себя превосходно, видя своего противника извивающимся в предсмертных мучениях. Роберт Фишер. Гроссмейстер. Ну, Гарик, за твое освобождение. Левка, и что? Что это такое, ты намалевал, дырачок? Ты что, из этих, как его? Из авторитетов, что ли? Да нет. Перьме меня уважали, а это так, на память. На память? На память о чем? О пяти годах тупого скотского существования? Как же тебя так угораздило-то, брат? Пять лет. Тебе рядом не было, вот и угораздило. Коль, сказать, я виноват? Да нет. Просто ты мне всегда за место отца был. И вдруг раз, и нет тебе ни записки, ни звонка. Вышел так. Не было другого выхода, понимаешь? Ну что, может, расскажешь, как срок ты заработал? Ну, кассаторов хлопнули на 15 лямов. Сработали четко, без кипша. Даже валить никого не пришлось. Только все равно менты как-то прочухали. Взяли, когда я уже от тачки засвеченной избавлялся. Одного тебе взяли? Не форстануло. Следак требовал, чтобы я подельников сдал, но я на эти миндовские разводы не ведусь. Один за всех попер паровозом. В итоге на суде семерку дали. Вышел по воду. За кого ты впрягся, а не что, тебе семья? Нет. Но ты их все равно прикрыл, так? Они за это с тобой расплатились? За что за это, Лёх? Я же по понятиям поступил. Любой бы так сделал. Круглый слыхал? По понятиям. По каким понятиям? Если я все правильно понял, ты из-за этих хмырей пять лет потерял в своей жизни. И доволен собой. Ну ладно. Исправим эту ошибку, Гарик. Сегодня поедешь и предъявишь им все. Лёх, там серьезные челы, им так просто непредъявчиво. Да на *** кто они? Они тебе денег должны, ты их получишь. Ишь быстрее. Малый, Лёх, он закрыт. Здорово. Видите, Сизов здесь? А кто спрашивает? Скажи, Гарик пришел. Мы с ним давние друзья. Здесь ждите? Витя, Сизов здесь работает? Он совладелец, они втроем. С Борей Большим и Ромеем. У них вообще много всего. Типа легальный бизнес, неприкрытие. О, Витя. Дарик, ты ли это? Я, здорово. Здорово. Давно откинулся? Сегодня. Да хорошо, что приехал. Мы тут как раз одну тему обмываем. Пойдем. Витя, это брат мой старший. Вы помните, я тебе расскажу? Прости. Пойдемте. Пойдемте. Смотрите, кого я к вам привел. Рамиль, глянь. О-о-о. Шкет. А ты как здесь, а? Ты откуда такой, а? Оттуда. Первый день на воле. Садись. СМЕХ Присаживайся. Пойдемте. Брат его. Ну и ты присядь. На кахах правды нет. Ну как ты, Гарик? Живой, здоровый. Рассказывай. Не жалуйся. Вы, я вижу, тоже в порядке. Пол. И для тебя работа найдется. Ладно, подумаю. Борь, разговор есть. Да, я тебя слушаю. Я вышел, сам понимаешь. Мне бабки мои нужны. Дядь, ты о чем? Какие бабки? Ну как, за ту тему с инкассандрами. Я же тогда свою долю так и не получил. А Шкет-то подрос. Смотри, как базарит. Еще не успел откинуться, а уже свою долю требует. Гарик, ты сам в это дело писался. И сам по своей же тупости попал. У нас было много проблем. Но после этого полгода шкеривать. Каких проблем? Я же на себя все взял. Поэтому ты и жив до сих пор. Долю хочешь? Дам я тебе твою долю. Я не жадный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ты что уставился? Тебе тоже штаны купить? Нет, штаны у меня есть. Лям зелени. С вас троих. Тебя, тебя и тебя. Пять лет мой брат под тюрьмой гнил. Пока вы водку жрали да драли. Вы ему будете обязаны до тех пор, пока в сырую не уложат. Лех, ладно, не надо, слышишь? Я тогда сам тоже муханулся. Ты что, не видишь, как эти черти на тобой глумятся? Рот закрой. Ты кого чертями назвал? Сучонок. Кого же чертями можем назвать? Кроме как мне черти. Всем сидеть! Лежать! Всем! Я к нам вам! Руки показали! Руки, я сказал! Показали мне руки все! Ты что творишь? Правду творю. На пол! На пол! На меня смотри. На меня смотри. На меня. Вы втроем должны мне. Миллион долларов. Ты, ты и ты. Срок пять часов. Если денег не будет, перебью вас всех. Я ясно все обрисовал. У таких, как вы, всегда я знал. Молись, Павлов, смутятина! Тихо, мужики, спокойно! Мужичок нервный попался. Еще гранатку уронит. Дайте ему уйти. Спокойно, я сказал. Гарик, иди. Гарик! Уходим. Срок пять часов. Время пошло. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Никогда, слышишь, никогда не повторяй то, что ты там сказал. Никогда! Ты мой брат. Если ты еще раз пойдешь против меня, если ты еще раз, я тебя завалю. Понял? Понял? Понял. Не разочаровывай меня больше. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Самый раз. Сумма не обсуждается. Отдадите столько, сколько должны. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 16-ти километров по Синкропольскому шоссе. Через час. Один человек. Там открытие площадка. В линейтонированной машине один человек. Круглые, погнали. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты им веришь? Нет. Останешься дома. Лех, почему? Потому что ты там не нужен. Погоди, Лех, там по-любому подставы. Я их знаю, я никому ничего не прощаю. Леш! Я тоже. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Тебе что, пацан? Василий, предать, тебя ждут вон в той синей машине. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Эй! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Лех, вон, еди, приготовься. Я пойду, я пойду. Чего какой-то из тачки вылез? Идет все равно в нашей машине. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Манекен! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Лех, там еще трое, я их не видел. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты живой? Живой, все, уходим. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Удолго ты еще возиться будешь? Да все, все. Все уже заканчиваем. После того, как вы меня без штанов оставили. Вы же тебе заплатили за неудобства. За штаны, как за новую машину. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Все нормально. Терпи, терпи, терпи. Атаманом будешь. Сейчас, потерпи, потерпи, потерпи. Все? Да все. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Где здесь вулкопом, может? Вон там. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Все будет хорошо. Гарик, присядь. Я хочу знать об этих морозах всего. Где живут, куда ходят, кто у них за что отвечает. Леш, остановись, пожалуйста. Лех, в натуре там. Мне нужен весь расклад. Не глупи, Лех. Боря Большой под большими ворами ходит. У них там целая бригада. Ты что, а? Урк ушастый. Ты что, они меня хотели убить, брата твоего? Меня! И ты их еще отмазывать начинаешь? Посмотри на себя. Посмотри, в кого ты превратился, на кого ты похож. Воры, понятия, банды. Да меня тошнит от этого. Понятия. Все это бред. Бред для того, чтобы чужими руками деньги загребать. Твоими, Гарик, руками твоими. Понятия. Без них в тюрьме никуда. А я туда не собираюсь. Не собираюсь, мне и здесь хорошо. Понятия придумал тут. А? Тихо, тихо. Гарик, запомни, в этой жизни у тебя есть только я, круглый, Ника и сын мой Паша. Больше никого. Вот твоя семья. Вот за кого тебе надо держаться. Вот твой круг. Вот кого тебе надо защищать. Теперь рассказывай, что знаешь про этих братков. Где бывают, кто из них за что отвечает. Кто держит общак. Видите, Сизов. Он у них финансист. Бывают деньги через легальный бизнес. По крайней мере, раньше так было. Боря Большой, а Рамиль отвечает за все остальное. Где кто живет? Лех, я не знаю, я их пять лет не видел. У них там все поменялось наверняка. Кто вам уже знать? Машина его. Круглый, найди место потише. Да понял уже. Пожалуйста, не надо. Я не при делах. Это не я в тебя стрелял. Я там даже не был. Я малый, клянусь. Это все они. Меня интересуют трое. Сам знаешь, что. Что тебе нужно? Я все скажу. Все. Где они будут сегодня вечером? Сегодня. Сегодня Заборю ничего не скажу. Он никогда не предупреждает. Сам звонит, говорит, куда приехать. Осторожный очень. Татарин. Рамиль. Сегодня будет к восьми часам в ресторане «Золотой лотос». У его телки сегодня при рождении. А Сизов, он в офисе допоздна, всегда потом домой к семье. Адрес, где Сизов живет? Миллиончиков 15, квартира 47. Они брата твоего тогда подставили. Я сам слышал, как они про это базарили. Что ты сказал? Боря тогда Гаррика ментам знал, что понять не застали. Он знал, что Гарик все на себя возьмет. Не стреляй! Не ругайся. Не дай я скоро буду. Уже еду поднимаю. Угу. Пока. У вас, наверное, там ключи. Ну, точно. Пожалуйста, не дайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok СИГНАЛИЧЕСКАЯ АПЛОДИСМЕНТО РАЦИИ СИГНАЛИЧЕСКАЯ АПЛОДИСМЕНТО СИГНАЛИЧЕСКАЯ АПЛОДИСМЕНТО Иди открой. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Эдик приехал! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Боря, Боря, прости! Это ты? Я. Не ждал. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Подожди, подожди. Что тебе нужно? На В? Не вопрос. Лимон сейчас привезут. Как договаривались? Мы с тобой ни о чем не договаривались. Гарик, это он тебя ментам сдал. Это из-за него ты срок получил. Что? Что слышал. Он подтвердить может. Теперь он твой. Делай с ним что хочешь. Можешь даже отпустить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты все правильно сделал. Такое не прощается. Ты же обещал. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Вить, меня забрали какие-то люди. Я не знаю, чего они хотят. Так это где? Какие люди? Они с тобой? Да. Узнал. А теперь слушай меня внимательно. Твоих друзей больше нет, поэтому расплачиваться за всех будешь ты. Подумаешь, схитрить? Убью вас обоих. Я понял. Хорошо. Я сплачу. Только ее не трогай, а! Сделаешь все, как я скажу, и с ней ничего не случится. Соберешь деньги, сядешь машинами, поедешь по Боровскому шоссе в сторону области. Куда именно? Там узнаешь. Жди моего звонка, держи телефон по себе. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ДЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ДЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК СИГНАЛЫ ДЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ДЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ДЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здесь все? Да. Где моя жена? Там. Она же очень просила тебя не убивать. Я прошу. Я же отдал тебе деньги. Это плата за ее жизнь. Что ты можешь отдать за свою? Что угодно. Я найду еще денег. Продам клуб невестер. Помолчи. Деньгами ты уже расплатился, теперь будешь расплачиваться услугами. Что и как, скажу позже. А теперь забирай жену и поезжай домой. Да вот еще что. Приедут менты, будут спрашивать про твоих мертвых дружков. Скажут, что ничего не знают, что постреляли сами друг друга, что разборку он это был, а бизнес не поделили. Заякнешься им про меня и Гаррика, ну ты знаешь, что тогда с тобой будет. Ну а потом. Поехали. Ну вы поехали. Продолжение следует...